Здравствуйте! Эфир первого Ярославского продолжает проект «Личные финансы». Программа о том, как грамотно распоряжаться своими деньгами, как сохранить и приумножить свои сбережения. Меня зовут Ксения Рулева. Давайте начнем. Обычный потребительский кредит стал неотъемлемой частью нашей с вами жизни. Мы берем в банке деньги под разные проценты. И для некоторых именно потребительский кредит может стать решением насущных вопросов. Так давайте сегодня разберемся в нашей программе, стоит ли брать кредит в банке и как правильно рассчитать свои финансовые возможности. Ответы на эти вопросы найдем уже скоро, но для начала новости. В России увеличат пособия по уходу за ребенком до конца 2018 года. По словам главы Минтруда России Максима Топилина, есть поручение полностью пересмотреть пособия для находящихся в отпуске по уходу за ребенком от полутора до трех лет. По мнению экспертов, выплаты должно взять на себя государство, а их сумма должна определяться финансовым состоянием семьи. В России заметно выросли цены на бензин. По данным Росстата, в апреле они поднялись на 13% по сравнению с мартом. Год назад в это же время рост составил лишь 4,9%. В мае среднероссийские розничные цены на топливо доросли до отметки 42,45 рублей за литр. Российские нефтяные компании пообещали удерживать розничные цены на бензин и дизельное топливо на текущем уровне. Об этом их представители заявили на экстренном совещании с вице-премьером Дмитрием Казаком. Ну а теперь вернемся к основной теме программы – потребительский кредит. Заметю, что по результатам опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ, в марте 2018 года каждый пятый россиянин отмечает, что сейчас подходящее время, чтобы брать кредит. Треть населения за последний год оформляли новые или продолжали выплачивать имеющиеся кредиты. Если у людей уже есть кредитные обязательства, они более склонны считать, что сегодня подходящее время для займов. И правда, сегодня кредиты стали намного доступнее. Как правило, не нужно предоставлять большое количество документов, да и сроки рассмотрения заявок максимально короткие. В видах кредитования населения существует несколько. В банке мы можем получить ипотеку для приобретения недвижимости, автокредит для покупки транспортного средства и обычный потребительский кредит, который, как правило, берется на разные нужды. При выборе вида кредитования клиент основывается на собственных возможностях в предоставлении банку гарантий своей платежеспособности. Как то размер первоначального взноса, возможность предоставления залогового обеспечения, наличие поручителей или созаемщиков. Заметьте, что потребительский кредит, конечно, можно взять и во многих крупных магазинах и торговых центрах на совершение покупки. Только вот процентная ставка за скорость оформления документов прямо на месте увеличивается в разы. Специалисты рекомендуют не спешить с оформлением кредита, а все-таки обратиться за получением непосредственно в офисы банков. Так и деньги можно сэкономить и спонтанную покупку предотвратить. Сегодня многие банки имеют подробные интернет-сайты, поэтому самый верный способ выбрать наилучшие для себя условия кредитования еще до похода в кредитное учреждение – зайти на сайт банка и рассмотреть все возможные варианты. Ну а если вы уже в банке, не поленитесь, ознакомьтесь со всеми условиями договора полностью. Кредит, как и другие серьезные финансовые решения, нужно планировать заранее. Стоит проанализировать свои возможности и потребности. Обязательно нужно объективно оценить размер суммы кредита. Во-первых, чтобы понять, что вы сможете ее выплатить. Во-вторых, для того, чтобы определить, какой именно вид кредита вам нужен. Если требуется небольшая сумма или потребность в таких небольших суммах возникает часто, но вы быстро их возвращаете, то целесообразно оформить кредитную карту с льготным периодом кредитования. Если вам нужно больше средств, имеет смысл оформить потребительский кредит, ставка по нему, как правило, ниже. Важно, что часто именно ставка может сподвигнуть или, наоборот, отвернуть человека от идеи взять кредит. Стоит помнить, что для каждого ставка варьируется. Процентная ставка зависит от срока кредитования, наличия обеспечения, страхования жизни и здоровья заемщика. И вам нужно подобрать сочетание этих условий, максимально отвечающие вашим потребностям. Тут могут помочь менеджеры банка. Они с удовольствием проконсультируют клиента и подберут для него оптимальный продукт. Сейчас ЦБ регулярно снижает ставку по кредитам, поэтому не стоит расстраиваться, если вы взяли кредит под 1%, а через некоторое время он снижается. В этой ситуации стоит воспользоваться программой рефинансирования. Рефинансирование позволит снизить ежемесячные платежи. При этом можно подобрать удобную для клиента сумму погашения кредита, аннуитетным платежом, то есть равными долями в течение всего срока кредита, или дифференцированным. Размер ежемесячного платежа в этом случае будет уменьшаться к концу срока кредита. Иногда банк отказывает в выдаче кредита или уменьшает запрашиваемую сумму, и делает это прежде всего из рациональных соображений. Сколько историй ходит о тех, кто в торопях неправильно оценил свои финансовые возможности, взяв один кредит, а потом другой, чаще всего для того, чтобы погасить предыдущий займ. Как эйфория от обладания большими деньгами и покупок у этих людей быстро проходила. Оставались одни долги, которые нужно возвращать, поэтому, повторюсь, важно еще до оформления кредита рассчитать свою платежеспособность. Так как же рассчитывается допустимый для человека кредит? Какие документы необходимо предоставить в банк? Чтобы взять кредит, на самом деле все очень просто. Нужно обратиться в банк-менеджеру и предоставить минимальный пакет. Это паспорт, СНИЛС, справка 2НДФЛ или по форме банка. Процедура оформления кредита также максимально проста. Клиент приходит в банк, подает документы. Если все документы соответствуют требованиям, которые необходимы банку, мы заполняем анкету и происходит процедура рассмотрения заявки. Ответ клиент получает на следующий рабочий день. Ответ банк, будь то положительный или отрицательный, будет давать, исходя из вашей кредитной истории. То есть в зависимости от того, насколько ответственно вы подходили к выплате предыдущих кредитов и платежеспособности. При подсчете платежеспособности учитывается количество членов семьи, работающих, количество детей в семье и количество кредитов, которые уже имеются. Что же делать, если банк кредит не одобрил? Клиенту не стоит расстраиваться. Если отказ именно по платежеспособности, то ему можно привлечь созаемщика. Созаемщиком может быть любой человек, необязательно родственник. И повторно подать заявку. Для созаемщика тот же самый пакет документов. Это паспорт, СНИЛС, справка 2НДФЛ или по форме банка. Созаемщик должен быть работающим гражданином Российской Федерации от 18 до 65 лет. Потребительский кредит, как правило, выдается сроком не более 5 лет. Большинство заемщиков как раз и выбирают длинные кредиты. Так сумма платежей комфортнее, но при этом вырастает и переплата. Важно запомнить это и максимально ответственно подойти к этому финансовому вопросу. Ну а теперь давайте перейдем от теории к практике. И на реальных примерах посмотрим, как заемные средства помогли улучшить жизнь и воплотили мечту в реальность. Знакомьтесь, Алла Круглова. Не так давно девушка купила долгожданную квартиру. Бюджетный ремонт пришелся не по вкусу будущей хозяйки. И Алла столкнулась с проблемой. Делать ремонт нужно, а деньги закончились еще при покупке квартиры. Сначала думали, что покупим, постепенно будем покупать одно, другое, третье. Но пришли к выводу, что это дело очень все затянется. Поэтому решили все-таки взять кредит, сразу все отремонтировать, поставить мебель, въехать и жить. Кредит мы и оформили в банке. Получили быстро достаточно, документов потребовалось немного. Нас устроила процентная ставка, можно было выбрать удобную дату платежа. Мы рассчитали удобный для нас платеж. Ну и, собственно, закупили стройматериалы, нужно было оплачивать рабочим. Закупили мебель, вот нам частично уже привезли мебель и постепенно обустраиваемся. Кредит уже вообще не ощущается, где эти проблемы уже позади. Мы все расплатились, все заказали. Нам осталось только подождать, все это собрать. И все, мы будем уже к лету, мы въедем, мы будем жить в своей новой квартире. С видом на прекрасный бор, а все остальное уже мелочи жизни. Исполнение мечты при помощи заемных средств дождалась и следующая героиня – Ольга Григорьевна Балашова. У меня давно была мечта приобрести дачу. Дачу я приобрела, но еще была маленькая мечта – приобрести летнюю кухню, иметь летнюю кухню на даче. Я обратилась в банк, боялась, но менеджер банка, девушка, очень хорошо объяснила, помогла заполнить документы. И все оказалось настолько легко, просто, доступно, я оформила пенсионный кредит, льготный, на свою мечту – летнюю кухню. Ну а на этом у меня все. Смотрите программу «Личная финанса» и учитесь считать деньги. С вами была Ксения Рулева, до встречи в эфире. Можно мне кредит на печку? Да, конечно. А мне на пластиковые окна? Да. А на баню? Да. А на ремонт? Дом новый. Квартиру по-вашему. Россельхозбанк предлагает кредиты на любые цели. А для пенсионеров, дачников и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, специальные условия.